Субтитры подогнал «Симон» Нельзя не упомянуть о таком замечательном грибе, как чага. Хотя чага по виду, по вкусу не может быть таким салатным грибом. Тем не менее, гриб это пищевой, известен с древности и используется очень широко. Правда, на березе, нужно отметить, растут несколько видов разных грибов. Кроме чаги, есть еще непосредственно березовый гриб, так называемая бутулина. И есть и трутовик березовый. Это несколько разнящиеся по свойствам и биологически разные существа. Вот гриб чага известен очень давно. Использован он, может быть, для лечения опухолевых процессов, различных воспалительных хронических заболеваниях, как общеукрепляющее средство, как средство против сезонных простудных заболеваний. Это одно из его замечательных свойств. При длительном достаточно применении в виде напара. И, по сути дела, напитка, чая. Напар – это определенный способ приготовления напитка из гриба. В данном случае из гриба чаги. Когда определенное количество гриба берется на определенное количество горячей воды и настаивается именно в горячем виде с помощью термоса. Например, в течение 10-12 часов перед употреблением. Свойства гриба в силу его такой древесной структуры использовать не так легко. Нужно его определенным способом приготовить. Просто в виде сухого порошка его, конечно, применить будет очень сложно. Экстракты из гриба получить достаточно дорого и сложно. Из гриба чаги в нашем центре есть и свечи, и капсулы, и сборы для напаров. Дело в том, что гриб чага, именно как чай, заваривали и пили простые люди, которым не была доступна заварка. И неоднократно специалисты замечали, что богатые люди, которые пили чай обычный, и бедные люди, которые пили чай из чаги, у бедных не было опухолевых злокачественных заболеваний. Во всяком случае, в процентном отношении значительно меньше, чем у тех, кто пил обычную полноценную заварку. Чагу использовали с древних времен и в косметологических целях, в кремах. Использовали средства для обмывания слизистых. Сильнейшие противоопухолевые и противовоспалительные свойства этого гриба не давали о нем забыть. В 50-х годах было произведено несколько интересных лекарств. Водные экстракты гриба чаги. В настоящее время напары из чаги могут быть использованы как дополнение при лечении и восстановлении опухолевых больных во время химиотерапии, после химиотерапии. И в соседней с нами Польше при гинекологических опухолевых заболеваниях гриб чага введен в протокол. Напары из него используются для лечения опухолевых заболеваний совершенно официально в клиниках онкологических. И нам стоит эту практику перенять. Гриб замечательный. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»